состоит из чебурашки в данном случае 3 граммовой чебурашки и крючочка с большим ушком принципе я часто применяют эти крючочки есть такие есть побольше если совсем уж крупный можно еще меньше да и если совсем как бы мелкий окунь клюет можно применять крючочек не 4 допустим шестерка может быть даже восьмерка ну настроена на достаточно крупного по 100 по 200 да в данном случае крючок вполне себе у нас здесь позволяет место ловли ловить на открытый крючок но даже если допустим мы знаем что есть какая-то закоряженная местность всегда можно этот крючочек точнее приманку до оснастить допустим вот таким способом так чтобы она не зацеплялась за сейчас покажу не зацеплялась за какие-то веточки так далее в данном случае у нас получается как будто а все можно чуть-чуть спрятать вот так крючочек и все и у нас приманка будет очень даже но если у нас позволяет условия ловить нет никакого мусора никакого там хлама до доцепов нету там открываем крючок и такой приманку далее если у меня такой наборчик готовых приманок здесь вторая второй вид примеру покажу да когда все-таки захламлены у нас участок реки где мы ловим здесь мы применяем уже а все от на плечах данном случае это ключочек еще меньше чебурашечка здесь уже монтаж смонтирован полностью только привязать практически никогда не цепляет в редких случаях когда вы зацепиться когда у вас крючочек откроется тогда можно зацепиться и можно потерять приманку где-то в пяти вести процентов случаев я стараюсь все-таки ловить на осетные кучки сейчас покажу всегда не в запасе это расходный материал здесь покрутнее поменьше такие вот крючочки я применяю 10 приманку как раз подходит если мы посмотрим крючочек приманка как раз для него подходит кроме этого да зачастую нужно более жесткая какая-то оснастка и тогда я применяю уже готовые джигалов микро джигалов здесь уже не чебурашка который вращается здесь четко посаженный крючок в свинцовую такую бусинку для чего это нужно но вот такие вещи поклевка практически всегда означает поимка рыбы в этих случаях когда у нас приманку вот так вот гуляет не всегда означает что будет поклевки будет рыба потому что она гуляет еще одна степень свободы и на такую приманку рыбам может не засечься но такая приманка более живая в отличие от такой приманки когда у нас здесь допустим насажена демонстрирую вот такая приманка жестко поставленным крючком упала и здесь работает только сама приманка если она у какая-то жесткая я если она у нас не работает то она не сильно будет привлекать рыбу но с другой стороны такая приманка будет привлекать рыбу очень пассивно когда ей не нужно какого-то вихляния сильного какого-то активного движения ей нужно вот буквально небольшое движение что вот а вот здесь какая-то вкуснятина проплыла в таких случаях такие приманки хорошо работает не вопроса будешь задавать ты говоришь говоришь вопроса задавать так далее далее демонстрирую еще другие оснастки если у меня здесь другого типа грузила такие вот колбаски да есть колбаски есть трубочки просто это универсальный груз при помощи которого можно ловить дуня еще дополнительными способами сейчас продемонстрирую как вот у нас привязанная застежка на флюорокарбоне такой вот кусочек с этим надо подрезать не очень хорошо как это работает первый способ это так называемый декреб когда мы крепим отдельный груз и отдельно приманку допустим какую приманку со размером крючком надеваем что у нас получается у нас получается приманка вот такого невзрачного типа но такая приманка зачастую работает лучше чем просто уже готовая чебурашка с крючком или просто вот какая-то вот головка чуть побольше ну а в чем как ты считаешь разница именно с джиг головка я понимаю там разница есть а вот если мы парашки если мы посмотрим да у нас здесь получается что приманка намного выше ну сантиметров там 35 чем груз а если здесь у нас вот 35 сантиметров то здесь у нас практически вот груз с приманкой рядышком находится почему вот эта приманка бывает вывершена потому что у нас бывает но достаточно или 100 и приманка может в этот ил падать и когда она падает в этом случае она засасывается вместе с приманкой погружается туда и рыбе для того чтобы увидеть приманку она может ее даже не заметила просто допустим на два сантиметра погрузилась и все и не не видно она даже не знает что там какая-то вкуснятина мимо нее проплыла таких случаях до спасает уменьшение у самого груза либо применение нормальных грузов но вот с такой оснасткой то есть у нас груз опускается куда-то да а приманка у нас остается наверху очень эффективно как раз в этом месте работает именно вот такая приманка называется джекарик приговые монтажи для но вот эти вот как я вам сказал специально чтобы не зацепляться до бывает показал просто трубочки эти трубочки эти трубочки бывают разных дней они могут быть и вы такие то есть не три сантиметра могут быть 45 так далее но проводку ты делаешь такой же как с чебурашкой или чем-то она отличается здесь можно комбинировать проводку здесь можно ее даже не просто стандартно живую проводку проводить но и делать волочение то есть она у нас груз так так и тянется ты а приманка наверху в этом случае это типа поводковый или дропшот но это что-то что-то рядышком с дропшотом когда мы тянем если мы допустим применяем проводку волочением мой груз просто дальше закапывается в этом случае груз закопан да и так и идет а приманка наверху сейчас рассказываем условия варианты оснасток повеснял конкретно в этом месте такой вариант какие-то еще вопросы ну еще вопрос например подбираешь вес каким образом я понимаю там в зависимости от условий из этих соображений а если какой-нибудь подбор по активности клёва вот сегодня на тяжелую не клюет нужны легкие или наоборот клюет на переутяжеление да правильно по клеву тоже действительно работает когда мы уменьшаем вес мы уменьшаем вес и приманка становится более плавно она становится похоже на как поводковый когда у нас при поводковый крючок отдельно до груз отдельно и приманка идет свободном плавание она может как угодно вихлять так далее но она в естественном состоянии но мы особо не рыба другого камера с него ну наверно это рыба тут больше никому сейчас я поймаю эту рыбу вялоя рыба естественно не будет активную приманку пытаться поймать съесть заглотить и так далее активная приманка это когда большой груз получается какое-то резкое движение вот этих типа горки потому за счет того чтобы мы придали какую-то анимацию нам ее приходится резко дергать чем больше груз тем резче мы дергаем больше делаем проворон для того чтобы она просто хотя бы вертикально составляющую делала если мы не будем делать эти резкие да у нас будет менее вертикальные составляющие будет какие-то небольшие горки когда мы уменьшаем вес у нас получается что мы можем уже по-разному анимировать можем какие-то резкие горки можем плавные горки делать но при вялой рыбе нужно делать это все с маленькими горками с маленькими движениями что чтобы рыба на менее активную приманку быстрее реагирует и она реагирует потому что она еще не начала активно питаться не такая активно и это больше привлекает также варьирование веса зависит от ветровой нагрузки да если у нас ветер дома к сожалению какими-то легкими приманками не можем справиться тогда кстати говоря приходит на помощь следующая оснастка которая бывает даже выигрыш не вот этих всех которых я ранее ранее рассказал называется она дропшот привязан проводочек здесь принципе может быть такой груз может быть даже обычная чебурашка наносил такой чтобы она не цеплялась не сильно раздражала рыбу чтобы сильно не осложнять себе перевязывание да можно оставить застежку и быстро собрать дропшот у нас получается вот такое составляющая привязываем поводочек с грузил и уже суда на эту же застежку ставим есть как а есть готова можно вот а сет можно открытый крючок у нас получается вот такая вот оснастка называема дропшот а то что на застежке это как-нибудь сравнивал сильно мешает не мешает я считаю что это не сильно мешает более применяю достаточно маленькие застежки здесь главное здесь главное то что при такой оснастки должен быть не сильно большой и тяжелый крючок либо приманка должна быть достаточно уверенной плавучестью так чтобы при проводке у нас приманка ближе к горизонту было не вот запутавшись вот к основной вот этой леске на шнуре кстати говоря вот вот эта составляющая можете вязать еще можете шнура можете там лески можно с флюрокарбона вот это вот вещь она проще резко она путается меньше может потерять вот но вот здесь главное чтобы вот этот крючок где достаточно большой крючок лучше взять поменьше крючочек да и вот это вот приманка со своей плавучестью она должна как минимум вот этот кончик всплывать не запутываться а сплывать здесь отлично себя показывают при таком способе как раз такими метод волочения когда у нас идет приманку так вот мы тащим за собой и приманка у нас на каком-то расстоянии от 1 в поле зрения и она очень активно на это реагирует вязать достаточно длинный не стоит поводок да кто-то вяжет больше 5 меньше в любом случае рыба сильно высоко в речке не стоит она в принципе при придавленной к воде как одно но когда мы вот так таким способом тащим чем дальше мы закинуть тем ближе у нас приманка к одной получается когда мы близко подводим уже к себе она становится выше 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 мы закинули допустим здесь вот но вот у нас приманка практически трудно но и потихонечку дальше но это основной способ можно ловить его тоже джидовыми подбросами тоже вполне себе реагирует но такой способ он не всегда эффективны потому что не совсем фиксируют приманку и рыбе сложно ее схватить если вы знаете да кто например ловит на поводковую оснастку да кто ловит на джиг зачастую джиг выигрывает у поводковой только за счет того что при проводке у нас приманка фиксируется какого-то моменте да и рыба в этот момент краски и хватает когда мы делаем на поводковую у нас какой-то толще ходит она может где угодно да и рыбе довольно сложно вот эту а якобы пассивную но при этом активную приманку догнать и схватить здесь соответственно в дропшоте примерно такой полу вариант получается одной стороны джиг и другой стороны поводковая она у нас фиксирована на самой линии да вот ловли но при этом она имея свою степень свободы она может ходить не фиксируется но при этом при всем такая оснастка по весне достаточно ловчая и